Охота и рыбалка Замечательное Каспийское море, город Актау, Казахстан. Ну что, вот наш скромный утренний завтрак перед утренним погружением. Сейчас как раз кефалевое время, это утро и вечер, поэтому мы пойдем искать кефаль. Что такое кефаль? Кефаль – это частиковая рыба. В Каспийском море рыба неродная, скажу сразу. Эту рыбку завезли в середине 50-х годов советские ученые с Черного моря, дабы разнообразить черноморскую популяцию и получить новый промысловый вид рыбы. Надо сказать, что это один из удачных, скажем так, немногих, наверное, экспериментов по переселению биологических видов, потому что кефаль не причинила никакого ущерба Каспию, прижила здесь, расплодилась, и сейчас достаточно ее много, и она является именно промысловой рыбой в Каспийском море. Кефаль не любит холодную воду, поскольку Каспий достаточно у нас холодный водоем, в северной части покрыт полуметровым слоем льда зимой, поэтому кефаль мигрирует так же, как птицы летают осенью на юг, весной на север, то точно так же кефаль ходит за теплой водой. Температура воды ниже 7 градусов для кефаль очень некомфортна, поэтому она старается отойти до этого момента, до момента остывания воды. Поэтому сейчас вот где-то на вскидку вода градусов 15-16 у нас, мы находимся в средней части восточного побережья Каспийского моря, это Казахстан, и как раз имеем осенний миграционный период, когда кефаль у нас идет с севера на юг. То есть в северной части сейчас рыб практически уже нету, она кочует и уходит в сторону Азербайджана, Ирана. То есть мы сейчас находимся примерно в середине Каспийского моря, и кефали здесь должно быть достаточное количество в это время, это как раз вот под закрытие сезона. У нас на Каспии очень сильно влияет течение, на именно ход рыбы, на ход кефалии. В Каспийском море течение тоже носит достаточно сезонный характер, и зависит это также от перемены температуры воды. То есть основная артерия водная, питающая Каспийское море, это Волга, до 80% всего притока воды, ну и остальные 20% приходится Урал, Терек, и все остальные мелкие речушки, которые впадают где-то в южной части или в западной. С нашей стороны практически рек нет, кроме Урала, впадающих в Каспий. Соответственно, зимой лед на Волге, потом ледоход, вся эта холодная вода попадает в Каспийское море, северная часть точно так же покрыта ледом. Западного берега Каспия, потом, значит, и оно, соответственно, вот так вот идет, крутит с севера на юг по западу, с юга на север по востоку, это основное течение. Потом, значит, оно может меняться в течение года, в зависимости от... Северная часть мелководная, там вода хорошо прогревается. И с прогревом воды направление течения меняется. Потом масса вихревых всяких дополнительных течений и так далее. То есть течение не носит какой-то устойчивый постоянный характер в Каспийском море. То есть нет такого, что вот у нас Гольфстрим идет и идет круглый год с одной точки в другую. Ну, все-таки Каспий замкнутый водоем, как ни крути, а это озеро. Утреннее погружение не дало нам никаких результатов. То есть мы не нашли там рыбы, хотя место рыбное. Рыба, вероятно, откочевала либо поглубже на дно, либо подальше на юг. Было принято решение собирать лагерь и двигаться на юг вслед за рыбой. Тем более слухи доносились до нас, что кто-то видел рыбу там, кем-то была рыба замечена там, и все это было южнее нашего первого лагеря. Собрались, поехали, и снова дороги, снова дороги. Мы решили сократить порядка 70 километров и не выезжать на асфальт, проехать... ...берегом моря, на следующую точку. Куропатка очень вкусная. Отлично. И рыбалка, и охота в одном путешествии. На следующую точку мы приехали вечером, и там встретили нас рыбаки, у которых на берегу моря рыбацкое хозяйство, небольшой уютный рыбацкий домик, такая избушка, в избушке есть свет, то есть работает генератор, в избушке есть газ, в избушке есть печка, а значит, есть тепло. Встретили нас очень радушно, обогрели, как говорится, приютили, и у нас остались недолгие разговоры.